Девушки отдыхают Почему я чувствую себя испуганной собакой, на которую замахнулись палкой? Именно об этом я тогда и думал. Не знаю, может быть я сам тогда себя накручивал и сам себе создавал проблемы? Я же обычный школьник, для которого самое важное это не завалить экзамены. Хотя если честно, не особо-то меня это волновало. Не до случившегося, не тем более после. Здравствуйте, Руберт. Меня зовут майор Игорь Волков, официальный отдел вооруженных сил Российской Федерации. Вкратце тебе расскажу, по какой причине ты здесь оказался, чтобы не пугать ни тебя, ни твою маму. Вас привезли сюда, чтобы я мог задать тебе несколько вопросов в связи с произошедшими событиями. Где моя мама? Не беспокойся, твоя мама сейчас находится в соседней комнате. Она в полной безопасности. Руберт, мне необходимо задать тебе пару вопросов, на которые я должен получить ответ. Этот вопрос никак не отразится на твоей безопасности, на твоем здоровье. Точно так же, как и твоей мамы. Мы можем поговорить? Отлично. 26 апреля в 23 часа 10 минут над городом Барнуму потерпел крушение самолет вооруженных сил Российской Федерации. По предварительным данным, прошло короткое замыкание, повлекшее за собой возгорание двигателя и дальнейший взрыв. О чем, я думаю, ты, конечно же, и так знаешь. Скажи мне, пожалуйста, где ты находился? 26 апреля около 23 часов вечера. Вы сейчас меня в чем-то подозреваете? Да нет. Я, 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 вы же, собирая информацию, собирая сельские показания, которые могут относиться к этому делу. И шлепать тебя по попе за нарушение комендантского часа я не собираюсь. Ну, я был со своей подругой. Мы взяли ключи у моего друга от крыши и туда направились. Здравствуйте, и добро пожаловать, модель. Ну, ты даешь, Дианка. Не думал, что в столь позднее время ты увинула от родителей. Походу, у кого-то остальные... Мама, очень смешно. Между прочим, ты теперь Маша. И сегодня я на тебе ночую. И я надеюсь, что твой сюрприз, Маша, не будет слишком долгим. А то твои родители, Маш, заметили, что и на тебя меня не думают. Не бойся, Шприон. Мои родители, ну, то есть Машки, наверное. И глазом ворвать не успеют. Машки. 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 Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Они что, они, они будто падают. Прячься. Я говорю тебе, прячься. Мы разговаривали, ели, может быть час, после ушли. Когда спустились, увидели машины, у которых работали сигнализации. Мы не понимали, что вообще происходит и просто разошлись по домам. И никакого крушения мы не видели. КОНЕЦ Как же там было тихо. Ни машин, ни людей. Ни новостей об очередных конфликтах между странами. Одно лишь жужжание комаров. Но почему место, предназначенное в прошлом для войны, теперь пример спокойствия, забытое всеми, с радостью бы там отдохнул от всего. Товарищ майор, разрешите обратиться. Что у тебя? Подождите, пожалуйста. Спасибо. С вами. Значит, в момент крушения вы находились в подъезде. Я правильно понимаю? Ну, да. И вас не смутили звуки сигнализаций. Не заметили ничего необычного, подозрительного. Ну, только людей на улице, которые говорили про огромный небес. Хотя грозы не было. Ну, знаете, у нас и снег может в мае выпасть. А вот на следующее утро, когда я увидел конвою военных, тогда только стало понятно про крушение, карантин и так далее. Страшно было, честно. Страшно? Нет. Если бы вам сказали, что у вас каникулы на полтора месяца раньше начнутся, вы бы испугались? Ну, да. В твоем возрасте меня тоже было сложно в школу затощить. Теплые майские вечера, школьные друзья, девчонки. Ты же в курсе, по какой причине военные обследовали город? Ну, да, что-то в новостях было про биологическое оружие вроде как. Это еще не точно, конечно, но угроза есть. Именно поэтому проводятся такие крупномасштабные мероприятия в условиях карантина. То есть, получается, сложившаяся обстановка у тебя не вызвала никакого волнения? Да нет. Я как-то стараюсь себя отгораживать от этого. Ну, раз сказали сидеть дома, я и сижу дома. Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, тогда, где ты был 28 апреля около 12 часов ночи? Я был дома и играл в компьютер. Меня одного напрягает то, что военных на улице так много. Или да, или нет. Просто что-то мне кажется, что всем пофигу совершенно. Да нет, не только тебе. Я тоже себя чувствую жителем города Сити-17. И чего? Чего за Сити-17? Ты чего, не слышал про игру Хайф Лайф? Ну, блин, как бы типа слышал, да, но не играл. Ну, я про то, что... Типа мы сидим в городе, нас никуда не упускают, вокруг карантина. Да, и правда, знакомо, слушай. Ну, у нас, я понял. А у них-то мы за чего? Ну, как обычно. Пришельцы захватили землю. Е-бой. Теперь, значит, тоже ждем нападения пришельцев. Класс. И да, зеленые челочки это сила. А у нас, кстати говоря, ты слышал, почему военные-то у нас улицы-то все ковыляют? Да, как-то не до этого было. В смысле? Тебе было не до этого, ты даешь. Ну, как бы обломки самолета, типа, среди которых, типа, биологическое оружие. Может, они хотели пульнуть бомбу на Америку? А то, знаешь, из сводок последних новостей у нас с ними как-то не особо-то все ладится. Серьезно, биологическое оружие, скорее, это твой мозг. В нашем-то, в Мухосранске, бомба, нет. И это мне говорит тот человек, который пропустил контрольную по математике, потому что всю ночь продрочил, проиграл в Call of Duty. Да, ты думай мне ее однозначно. А ты думаешь, что я ее и так бы не пропустил? И ты не прифигел ли? Ты сам меня на нее подсадил и сам позвал меня в ту ночь играть. Но я-то в итоге тогда спать пошел, в отличие от некоторых. Может быть, кого-то мамочка позвала в кроватку? Ой, так, вот это вот не надо. Во-первых, она тогда была просто не в духе. Так, а во-вторых, я всегда играю сколько хочу. Нет, ну как бы, блин, ну даже если без третьих, если серьезно. Ну, ты как думаешь, если не оружие они там ищут, то что они тогда у нас тут делают? Не знаю, что они еще могут искать. Вот ты представляешь, если бы можно было за ними подслушать. Да, кстати, классная идея. Слушай, давай-ка я тебе попозже перезвоню, окей? Ну так, стой, в смысле? Слушай, давай-ка я тебе попозже перезвоню. Слушай, давай-ка я тебе попозже перезвоню. Нуей-ка я тебе попозже перезвоню. Слушай, давай-ка я тебе попозже перезвоню. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Стрелки Это успокаивает Как и странно Будешь? Не люблю хоть Стрелки кто-то ближе, особенно ГТАшка Есть возможность почувствовать себя С другой стороны закона Всяка бандитская романтика, некая свобода Игра, кстати Да Конечно, даже во все части Да, я смотрю, ты знаток Помнишь, момент был, когда 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 полицейский задавал вопрос главному герою И тот должен был ответить честно на его вопрос Это было правильно перед законом Перед семьей и друзьями Прежде всего, перед самим собой Что Это точно из ГТА? Я Что-то не припоминаю там такого Да Ты пойми Я Всего лишь хочу услышать от тебя честность Я Меня не покидает Чувство того, что ты Что-то недоговариваешь Ужасный кофе Хорошо, что не взял Так Начнем по порядку Дата фотографии 26 апреля 23.12 Здесь мы видим Как ты, находясь в руле мопеда Без права осуществлять перевозку пассажиров На что я, конечно, глаза-то закрою Вместе со своей подругой Дианой Двигаетесь в южном направлении Хотя Ты мне сказал Что Вы сразу Разошлись по домам Ну Я просто решил ее проводить до дома Не идти же я и одной по ночной улице У меня есть информация Что Дом Дианы находится в противоположном направлении Ну Но Мы поехали через дворы По главной улице Было не вариант Потому что Меня могли поймать Гаечники А я не хотел себе Нароливать Проблемы Логично Ладно Тогда Твои вещи Да Начали резко собираться Успели Родители не заругали Не подставил Девчонку Успели Молодцы Скажи мне, пожалуйста Этот голос тебе не кажется знакомым? Нет 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 Вернись Это мой голос Вы Где его взяли? Да Я не знаю Я не знаю Откуда вы взяли мой голос Может быть вы записали мой телефонный разговор И потом вырезали оттуда этот фрагмент Ладно Хорошо Только Нам нахрен не надо было Если честно Тогда идем дальше Эта фотография была сделана 30 апреля в 12-35 дня С нашлимного регистратора нашего солдата Здесь Мы видим тебя И твоего друга Артема И находитесь вы, друзья На границе Секретной Военной части Какого Какая нелегкая Вас туда занесла Хотя Ты мне говорил Что Ты находился дома И прилежно Соблюдал карантин Мы просто Катались с другом И случайно Приехали К военной базе Бывает же такое, да? Я вот когда мелким был В деревне еще жил Мог в соседский огород залезть Яблочек поворовать Ягод всяких Но чтобы на территорию Закрытой Военной части Вообще не припомню такого Мы не собирались ничего воровать А что вы тогда собирались там делать? Я думаю, что ты уже понял Что сидишь здесь Не просто так Да и Я вижу Осознал это С того самого момента Как сюда вошел Или ты хочешь мне сказать Что все Произошедшее по случайности Хочешь веря Хочешь нет А я тебе не верю Вот такой у нас с тобой Коломбут получается Поставленные вещи На крыше И дома В ночь крушения Голос на закрытой Чистоте Практически Проникновение На закрытый Военный объект Да не слишком немного совпадений Связанных Именно с тобой, друг Да еще и после крушения Ты Видел больше, чем говоришь И я уверен Что ты Еще что-то ищешь Будто знаешь то Чего знать Не должен Чеготься Субтитры создавал DimaTorzok что я чувствовал после допроса даже не знаю тогда я об этом уже не думал а вот о том что я прячу по 20 сантиметрами земли по всей видимости кусок космического корабля это меня волновало больше звучит как бред не иначе но в погоне за правдой и неоткрытой борьбой с военными силами начинаешь задумываться не болеешь ли ты шизофрении свои 17 но как говорил мой отец если чувствуешь что это твое дело а а а в и и и и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...